Пчеловодство Приморского края всегда являлось хорошо развитой и высокорентабельной отраслью сельского хозяйства. В 80-х-90-х здесь насчитывалось почти 300 тысяч пчелиных семей. Сегодня же их количество едва достигает 75 тысяч. Именно поэтому приморские пасечники, рестораторы и все заинтересованные в развитии гастрономического туризма включили медовые кулинарные радости в программу фестиваля тайги, что вовсю бушует в крае до 16 октября. Организаторы рассудили здраво – мед в тайге, а значит, если хочется попробовать тайгу на вкус, без медового полдника – никуда. На нем присутствовали в основном журналисты и местные блогеры. Там они многое узнали о меде и всем, что из него только можно сделать. Показать, во-первых, что можно приготовить из меда, при том, находясь в плоскости традиционной русской кухни, приготовили. Два напитка и два вида традиционной русской выпечки. И то, и другое приготовлено с изрядным количеством меда, а напитки вообще базово основаны, базируются на меде, на так называемой сыте медовой. Давайте я немножко расскажу, я, наверное, много времени ваше не займу, но такой небольшой кулинарный, этнографический, исторический экскурс. Лектором выступил шеф-повар фестиваля тайги. Он рассказал и о медовых напитках, и о традициях, которые сформировали гастрономическую культуру, окружающую мед. В какой-то момент представителям медиа вынесли настоящий гигантский пряник. Хватило на всех, а в качестве аперитива лектор советовал сбитень – традиционный травяной напиток из таежных трав. Меню выдалось преимущественно сладким, но очень сытным. Действительно, тайга специфическая на вкус, как и заявляли организаторы. Полтора года назад мы с ресторанным сообществом Владивостока и Приморья определили концепцию дальневосточной кухни как сочетание даров моря и даров тайги. Но если у нас дарами моря все, как сказать, они доступны, и с ними понятно, что делать, понятно, как их готовить, то тайга, она то ли есть, то ли нет. Таким образом, миссия программы развития дальневосточной кухни и фестиваля тайги ознакомить местное население и гостей региона с локальными продуктами, чьи польза и уникальность пока еще никем не оспаривались. И медовый полдник очень помог лидерам мнений и журналистам, для которых он и был сделан, понять, так ли это на самом деле. А привлечение внимания к меду и его субпродуктам поможет пчеловодству, как отрасли, не увянуть, а только развиваться. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.